Всем привет! Меня зовут Мира. Я родилась в Тульской области, в России. В Финляндии я уже 8 лет. Переехала сюда со своей семьей. На тот момент нас было пятеро, то есть нас было три ребенка, сейчас у нас уже пятеро. Мои родители верующие, и я с детства в церкви, но я не всегда, можно сказать, была в церкви. Был момент, когда я чуть-чуть отошла, но потом я вернулась. Я учусь на кондитерах второй и последний год. Мне очень нравится эта профессия, потому что до этого я, ну очень, ну не долго, но я размышляла, на кого вообще можно пойти учиться. Как-то мне пришло это в голову, и у меня как-то получается. Мне нравится очень сильно это. Я считаю, что вот с церковью надо найти свое служение и пробовать разное, потому что сразу очень сложно как-то понять, что твое, что нет. Вот у меня тоже так было, что я, ну не долго, но одно время искала и не знала, где я вообще могу служить. Представление я уже два года. Вообще моя сестра начала ходить на репетиции, и что-то я тоже думала, как бы, может быть, мне тоже попробовать. Я вообще с детства, как бы, ну я не пою, а я сама, как бы, музыкальную школу кончила, и там разных инструментов играла, и пела в хоре. Но именно пением не занималась таким, как бы, что соло. Так что я решила просто попробовать, походила на репетиции, чуть-чуть там всякие распевки пела, и распевалась, и как-то мне получалось лучше петь. И мне как-то понравилось очень это служение, и я решила остаться. Ну, в общем, можно сказать, моя сестра меня туда притащила. Мы переехали недавно с моей сестрой и лучшей подругой в одну квартиру вместе жить, и мы хотим открыть такую общую молодежную домашку. Мы специально, как бы, переехали вместе, потому что мы хотели нашу квартиру, как бы, служение дать, чтобы к нам могли люди, когда из разных стран служителя будут приезжать, чтобы могли у нас ночевать. И как раз вот для домашек всяких. Вот, не только молодежная домашка будет, там еще моя сестра откроет именно для девчонок, я вспомню. Вот. Добрый вечер, дорогая церковь. У нас сегодня снова в ток-шоу один замечательный человек. И, на самом деле, тема ток-шоу, она просто как бы напросилась сама собой. Так получилось, что мы не подняли такую тему, как прославление, хотя она очень важная, на самом деле, в церкви, вообще во всех церквях и в христианстве. И все прославители уже участвовали в ток-шоу, и вот Мира у нас еще один последний, можно сказать, прославительный, хотя я думаю, что у нас команда прославления будет пополняться. Но так или иначе, Мира может этим поделиться, и сегодня мы как раз об этом поговорим. Вот, ты сегодня в ролике сказала, что ты начала в этой церкви петь, у тебя раскрылся вот этот потенциал. Расскажи о том, как это произошло, и быстро ли это произошло, и как ты нашла вообще свое служение в этой церкви. Да, в общем, три года назад вроде бы, да, я перешла в церковь эту, в общем, и пару месяцев я не служила вообще. И потом в прославление, помню, набирали людей, ну или приглашали вообще на репетиции, и я решила тогда с сестрой попробовать как-то, может понравиться, может остаться вот. Вот, и начала ходить на репетиции, сначала я вообще не пела, ну, я имею в виду, что как бы не думала, что я буду петь, а думала, что я буду играть на флете или на клавишах, вот. И так получилось, что я сначала играла на клавишах и на флете иногда, вот, на репетициях, вот. И, ну, как-то что-то все не очень получалось, не шло нормально, вот. И потом пробовала тоже петь, и тоже не получалось как-то, вообще, у меня очень долгий путь был к тому, где я сейчас нахожусь, в общем, да. Но со временем как-то получилось все-таки, я научилась нормально петь, вот, и сейчас я здесь. Вот про не получалось, мне вот очень интересно услышать, потому что сегодня у нас вообще тема проповеди «Не надо бояться ошибок», да, вот это очень как бы подходит. Как ты с этим справлялась, кто тебе в этом помогал? Потому что я думаю, что это сейчас важно услышать всем, особенно тем, кто начинает какие-то служения, да и тем, в принципе, кто продолжает, потому что бывают какие-то моменты, когда человек говорит «Я не расту, у меня что-то не идет, меня не понимают, меня не слышат, что-то не развивается». И вот долго нету какого-то роста, или бывает, что просто часто какие-то вот неприятности случаются. Как ты с этим справлялась, и как тебе вот эти моменты не дали, не оттолкнули тебя от этого служения? Ну, поддерживали все участники группы в тот момент, которые были, и также сестра моя меня очень поддерживала. Вот, наверное, из-за этого я и не ушла, потому что я очень много раз хотела просто уйти, забить на это все, и вообще, вообще уйти от всего, вот. Да, ну вот поддерживали и помогали, и учили меня некоторые пению, вот, как могли, вот. И сама я как-то решила для себя, что если я уже хожу на репетиции, если я уже решила, что я хочу быть, то мне надо и самой для этого что-то сделать, и до конца, как бы, идти, вот. Да, настойчивость — это очень важно, и я думаю, что также очень важно учиться и развивать те дары, которые нас уже Бог вложил. Потому что вот ребята, которые с группой прославления «Домашку» устраивают, я так понимаю, что они там учатся и развиваются также не просто в Слове Божьем, но также в своем направлении в служении, да? Вот, поэтому можете потом уже там по своим служениям подойти, спросить, какие есть возможности, перспективы развиваться. Вообще, на самом деле, вот ты сказала, что очень важно найти свое служение, я считаю, что это действительно важно, но, к сожалению, это не происходит сразу буквально. Бывает, что до этого действительно нужно попробовать, посмотреть, что действительно твое, пообщаться с разными людьми, какие есть у тебя перспективы. И вот мне интересно у тебя, как у прославителя, спросить, как вообще прославление, в принципе, в жизни человека влияет на отношение человека с Богом. Вот в данном случае, в твоем, в твоей жизни, как это было? Вообще, именно духовная часть очень, как бы, не влияет, а это очень важно в этом служении, и, как бы, очень много надо делать для того, чтобы вообще быть прославителем. У тебя должны быть хорошие отношения с Богом, ты, как бы, должен быть таким посвященным, возможно, человеком, но мне это нравится, что в этом служении именно это нужно, потому что это меня держит, это мне помогает, как бы, развиваться и иметь хорошее отношение с Богом, идти вперед, вот. Ну, вообще, это, конечно, нелегко, так как ты на сцене, и ты ведешь людей, ты ведешь церковь в прославлении, в поклонении, и если ты, как бы, ты ведешь их туда, если ты, как бы, вообще не в теме, кто такой Иисус, не умеешь там молиться, и ты не понимаешь, как бы, смысла нет увезти куда-то людей, если ты не был сам, как бы, там, вот. То есть, у тебя отношения с Богом сформировались до того, как ты начала служить прославлении, или параллельно этот процесс шел? Ну, во время, да, во время. Вот, ты знаешь, мне также вот интересует еще такой момент. Бывает, что люди приходят в церковь, и они видят, что есть прославление, что есть вот такие вот веселые песни, может быть, какие-то более медленные для такого глубокого вам прям поклонения, но бывает, что человеку трудно от всего сердца искренне поклоняться. Вот, какие бы ты практические советы могла дать, и, кстати говоря, это очень часто бывает, что мы просто слушаем, нам нравится музыка, нам нравятся слова, мы все это понимаем, да, аминь, но вот нету вот этого вот искреннего поклонения, потому что Бог, Он все равно все это видит, Он видит сердца людей. И вот, как вот человеку дойти до такого состояния, что вот он действительно искренне во время поклонения может открыться для Бога? Ну, у меня у самой такое было, что я тоже там просто пою, но как бы вообще искренне не поклоняюсь, и тоже мне было сложно вначале как бы как-то понять, как это вообще происходит, но когда ты близок к Богу, когда ты молишься, много общаешься с Ним, это как-то потом получается. Также можно дома пробовать, если в церкви как-то не получается, то можно дома включить просуление, поклонение какое-то, и попробовать самому там помолиться, попеть, может быть, это как-то пойдет. То есть, вот смотри, допустим, многие люди, вот, например, я, бывает, бывает, что я искренне поклоняюсь, бывает, что я во время поклонения просто молюсь. Можно ли это считать поклонением, и как бы вот, может быть, для всего свое время должно быть? Ну, молитва — это тоже поклонение. Хорошо, большое тебе спасибо. Мне вообще очень нравится, вот, как у нас молодежь поднимается в служении, я думаю, что и твоя история тоже кого-то вдохновила. Если какие-то вопросы, опять же, по служениям, вот, подходите там в группе прославления к ребятам, спрашивайте, потому что у всех свои истории, у всех свой путь, и у всех, опять же, на пути были ошибки. Я думаю, в следующей проповеди, вот, будет после ток-шоу, мы об этом уже подробно поговорим, и так или иначе, вот, история людей — это очень важно, и личный пример — это очень важно. Я думаю, что ты просто так тоже не пришла вот в это служение, потому что пример твоей сестры, которая тебя притащила, вот, он для тебя, опять же, тоже был важен, и ты увидела, что это действительно работает, что это действительно дает какой-то результат, может быть, даже в духовном мире. Мне очень было приятно, вот, я думаю, многим было приятно услышать твою историю. Спасибо тебе большое, у тебя очень классное вообще будущее. Я верю, что ты будешь не просто, вот, прославлять Бога, а поднимать новых прославителей на своих домашках, которые у тебя обязательно будут. Вот, я тебе желаю удачи, и чтобы Божья слава явилась в твоей жизни. Спасибо. Спасибо.